На юге Российской Федерации, где у нас остро засушливая и засушливая зона в основном, следующие факторы, которые влияют на то, насколько у нас эффективны удобрения. Это какова структура посевных площадей и силобороты, как правильно они построены, как происходит накопление влаги и ее испарение. Дальше использование почвенных растительных диагностик, использование жидких удобрений и использование регуляторов роста, аминокислот, стимуляторов. Если мы посмотрим, мы три типа почв основных, которые представлены у нас на юге. Это каштановая почва, в основном это Калмыкия, часть Ростовской области, Волгоградская область и часть Ставропольского края и Астраханская области. Чернозем южный, это у нас в основном Ростовская область, немного Воронежская, немного Волгоградская область. И чернозем обыкновенный, это у нас где-то треть Ростовской области. В основном это вот эта зона, где мы сейчас располагаемся, это все черноземы обыкновенные. Так вот, когда мы сравнивали, что же происходит в зависимости от обработки почвы, какое количество осадков, выпадающих за это данное за пять лет, какой коэффициент используют. То есть, сколько влаги, которая выпала, у нас используется в ветровом слое в качестве продуктивной влаги. В итоге мы получаем, что самым эффективным накоплением влаги является прямой посев при уборке метода мочеса на черноземе обыкновенным. Больше всего сохраняется влага. Меньше всего на каштановых почвах. Это просто каштановая почва, потому что их еще разделяют темно-каштановые, светло-каштановые и просто каштановые. Далее. Другой вопрос. Кроме накопления, у нас весной происходит основная потеря влаги. И вы знаете, что незакрытая поверхность почвы приводит к тому, что у нас большие непродуктивные потери влаги, они зачастую намного больше, непродуктивные потери влаги, чем те запасы влаги, которые у нас формируются. То есть, грубо говоря, из сформированных 150 мм продуктивной влаги на урожайность максимум 30% идет, остальное теряется, не производительный. Так вот, когда мы посмотрели, опять же, в зависимости от способа обработки почвы, от исходного апрельского уровня до августа месяца, это 2020 год, когда у нас было жесткое достаточно условие. И мы видим, что несмотря на то, что при прямом посеве метода мочеса накапливается влаги больше, однако к августу месяцу сохраняется ее не так много в сравнении с прямым посевом с измельчением и распределением растительных остатков. То есть, получается, что метод очеса несколько уступает прямому севу с распределением растительных остатков именно на второй половине вегетации. С чем это связано? Это связано с тем, что вот эти вот оставшиеся, прямостоячие растительные остатки, через них точно так же идет потеря влаги, как, допустим, если бы мы оставили стерлю. Но когда стерля закрыта у нас, потери получаются меньше. Далее. Какие условия у нас ограничат применение удобрений? Ну, первое при прямом посеве – это неглубокое внесение удобрений, дифференциация слоя, минерализация органики и ограничение по некорневым подкормкам из-за недостаточного количества осадков за вегетационный период. Увеличение степени перевода труднодоступной формы фосфора и азота и применение твердых минеральных удобрений, которые плохо растворяются при дефиците влаги. Далее. Что мы посмотрим? Допустим, три способа подготовки почвы на поле. Это десятилетняя данная выборка. Смотрите, по содержанию слоя 0,30 содержание фосфора подвижного, в общем-то, не сильно отличается. Это чернозем моккновенный. Но когда мы посмотрели через 10 лет, что происходит на разных вариантах обработки почвы, то получается, смотрите, при прямом селе постепенно удобрения начинают концентрироваться в верхнем слое. В основном это 6-10 сантиметров. Далее. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и по обменному калию. Но здесь еще, помимо удобрения, важным фактором оказывается то, что растительные остатки, они в основном богаты калием, и они сосредотачиваются в верхней части, тем самым объединяя более глубокие слои. Далее. Другой немаловажный вопрос, что же происходит с органикой в процессе парования. Потому что нам надо понимать, как построить систему применения удобрений таким образом, чтобы минимализировать применение удобрений, в то же время максимально использовать имеющиеся в распоряжении хозяйства ресурсы. Так вот, получается, что в зависимости от содержания гумуса и способа обработки почвы, видите, как сильно различается количество образованного минерального азота за период парования. То есть классика, это актуальная спашка. У нас до 600 килограмм на обыкновенном чараземе образуется минерального азота. Сразу скажу, из них более 70% мы теряем. По химическому пару, где нулевая, без обработки, количество образованного минерального азота получается в 3-4 раза меньше. А на более бедных почвах, каштановых, еще большая разница, которая получается в результате минерализации. Далее. И что происходит с побочной продукцией, в зависимости от того, как мы ее заделываем или не заделываем. Коэффициент гумификации, то есть это сколько растительных остатков, через 10 лет у нас переходит в детрит, первая часть, а далее в более сложную скелетную часть гумуса. Так вот, так называемая гумификация, сколько с одной тонны растительных остатков мы получаем первичного, так называемого, гумуса, детритной части. Так вот, без обработки, где у нас вообще обработки не было, до 45% у нас может образовываться органическое вещество, которое первое, так называемый, предгумус. Далее. Для того, чтобы правильно построить систему удобрения, мы обязательно проводим, на примере азима пшеницы, вот три починных и три растительных диагностики. Первая диагностика почина после уборки предшественников, когда мы определяем дозы фосфорно-калийных удобрений, не только дозы, но и виды на конкретном типе почин, какие удобрения более приемлемы. Потому что вот этот вопрос, сельхоз, товаропроизводитель, полностью, полное отсутствие знаний по этому вопросу. Потому что привыкли, амофос, только называешь слово, гиаммунифосфат или моноаммунифосфат, сразу говорю, да что это такое, вообще первый раз слышать. Поэтому такая же песня у нас получается и по азотным удобрениям, не говоря уже за калийной. Калийный, вообще кроме калийной селитры, мало кто что знает, калийной соли. Вот, первую почвенную диагностику после уборки предшественника. Дальше, при уходе в зиму, перед уходом в зиму, обязательно корректировка азотного питания, потому что опыт даже вот этого года текущего показал, что тот, кто откорректировал минеральное питание по азоту с осени, перед уходом в зиму, азимая пшеница намного лучше, и меньше гораздо дозы, суммарно пришлось применять азотных удобрений, чем там, где начали это регулировать с весны. Где начали регулировать ситуацию с весны, на сегодняшний день в большинстве хозяйств применено больше 120 кг УДВ азота в действующем веществе, для того, чтобы выровнять фон. Там, где с осенью работали, весной корректировали, на 30-40% дозы азота получились меньше. И починная диагностика ранней весной, когда мы по запасам влаги ориентируемся, на какой потенциал урожайности мы можем рассчитывать при средних условиях. А дальше уже идет корректировка, уже по результатам растительной диагностики. Далее. Важнейшим условием правильности диагностики это является правильность отбора почвы. На любом поле мы можем, если наложим сетку, каждый один гектар мы найдем, где на одном и том же поле есть очень низкая обеспеченность и есть повышенная обеспеченность и очень высокая. Поэтому закрепленные точки через GPS-навигатор в принципе позволяют нам достаточно точно оценивать изменяющуюся ситуацию по содержанию доступных форм элементов питания. Далее. Обязательно нужно знать не только макроэлементы, нужно знать и микроэлементы. Но по микроэлементам ситуация гораздо сложнее, потому что их содержание в почве и их доступность растений это две совершенно разных планеты. Дальше. Вот по почвенной диагностике что мы делаем? Мы определяем фосфор калий в зависимости от предшественника определяем, какой сорт наиболее приемлемый для данного уровня плодородия при минимальных дозах удобрения. Дальше. Надо сказать, что еще с середины 60-х годов Эдуард Леонардович Климашевский, член-корреспондент Российской Академии Наук, не раз, ввел такое понятие, как агрохимически эффективные сорта. Так вот, мы продолжаем эту работу и сейчас сорта делим на три большие группы, чего не делают селекционеры. Это слабоотзывчивые, которые на один килограмм дают менее пяти килограмм зерна и с такими сортами, это в основном экстенсивные сорта, мы всегда, если такой сорт посеет, мы чаще всего или вообще по минимуму даем удобрения, или обходимся только в некорневую подкурку. Агрохимически эффективные сорта, которые дают 6-15 килограмм, надо сказать, что это подавляющее большинство сортов попадают вот в эту группу. И агрохимически высокоэффективные сорта из того спектра, который селекционеры сейчас выбрасывают, допустим, если проанализировать 100 сортов за последние 10 лет, это Тонские, Ставропольские, Одесские и Краснодарские, только три сорта появились, которые высокоагрохимически эффективны. и которые дают соответствующую отдачу. Дальше. Что касается фосфора. Вот Виктор Корнеевич сказал, что по фосфору можно не заморачиваться, но, уважаемые господа, все зависит от того, какой вы фосфор применяетесь. Конечно, если вы работаете аммофосом, так ясное дело, вы никогда не получите должной отдачи, потому что он быстро связывается, так же, как и простой суперфосфат, он быстро связывается почвой. И буквально через два месяца то, что вы вносили с посевом, это можете забыть. Это практически большая часть этого фосфора недоступна. И поэтому нужно работать и смотреть с полифосфатами, с фосфитами, то есть с разными формами фосфора. От этого зависит их эффективность, потому что, если мы работаем с фонофосфатами и двузамещенными фосфатами, максимальный коэффициент использования, который мы получаем, 10-12%. Остальное это балласт, который вы внесли и забыли. Вы деньги вложили, отдачи не получили. Поэтому получается, на том же самом подсолнечке, если 20 мг на килограмм, то уже по нолям получается отдача от фосфора. На пшенице совсем другая ситуация. На пшенице для агрохимически высокоэффективных сортов должно быть 40 мг на килограмм. Для слабоотзывчих 25-20 даже. Достаточно, чтобы они достаточно хорошо себя давали. Но вопрос в другом. Вы же не вычлените под пшеницу, дали 40 мг на килограмм получать, а дальше? Дальше, если вы размещаете кукурузу, а кукуруза, если больше 25 мг на килограмм, на высокого арбонатных почвах, страшно цинковое недостаток, сумасшедшее проявляется. И все ваши усилия коду под пшеницу. А если вы посеяли на 40 мг на килограмм кукурузу, то кукуруза угнетается, и вы никакими корневыми подкомками потом ситуацию не выбравите. То есть надо правильно построить еще чередование культур под конкретную систему удобрений. Дальше. По коэффициенту использования фосфорных удобрений. Ну я тут выжимку взял небольшое количество. Вот амофос, двойной суткорфосфат, ЖКУ, диамоний, фосфат. Видите, как они различаются в зависимости от того, как мы их вносим. То есть под спашку или под культивацию, при посеве или чизеле. Совершенно разный коэффициент использования. Если вы даете под культивацию или при посеве, ну вы посмотрите. Вы нулевики. При посеве. А вы не сеете. Культивации нет. При посеве, вон, смотрите. А, при посеве, да. Или вы не сеете. Нулевики. Или ноль это вообще ничего не надо делать. Как у чукчей. Кто сеял, тот мал-мал урожай был. Кто не сеял, ничего не получилось. Нормодерился, да? Ну да. Поэтому вот при посеве, когда локально, вот смотрите, единственное удобрение, которое достаточно эффективно, это ЖКУ, полифосфат. То есть жидкая форма удобрения. Никакие не служат. Ни аммони, ни двойной суперфосфат. Даже ни диаммони, ни фосфат. Больше 9% не используется. Остальное будет все выбросено. Дальше. Почечная диагностика это вторая, когда мы корректируем азотное питание. Дальше. И когда мы корректируем азотное питание с осени, мы обязательно учитываем компенсационные дозы азотных удобрений. Особенно это важно для системы наутил и прямого сева. Почему? Потому что у вас уже идут совершенно другие процессы, больше направленные на аммификацию. А что такое органика? Органика это резкое снижение эффективности вносимых удобрений. Грубо говоря, чтобы получить одинаковый эффект от одной и той же одинаковый эффект от азота на нуле надо где-то на 40-50% дозировку увеличить, потому что гумус забирает на себя этот азот, микроорганизмы его съедают. Они у вас являются серьезными конкурентами за питание именно на культуре. Поэтому мы с осени обязательно должны нести корректировку в зависимости от того, какие сложились условия при посеве, и какие условия были в период осенней вегетации. Дальше. Весной, я уже сказал, что мы по метру определяем, как распределяется минеральный азот, нитратная и аммонийная форма. Особенность этого года заключается в том, что начиная от Воронежа, заканчивая Краснодаром, везде, где мы отбирали почву до 2-3 метров, везде, из-за того, чтобы почва не была мерзла, нитратный азот оказался промыт на глубину более метра. И тот, кто это не учел при проведении подкорма, сейчас видит, какие просевшие, а зимы слабенькие. То есть, то, что в прошлом году мы обходились 250 кг аммиачной селитры, в этом году, чтобы такой же результат получился, пришлось применять 350 кг аммиачной селитры, чтобы получить такой же эффект. Далее. По использованию азотных удобрений тоже немаловажный момент. Сейчас в основном у нас, вот, ну, кроме калевая еще селитра и кальциевая селитра тут не включены. Видите, совершенно разный коэффициент использования, совершенно разные формы азота и совершенно разные температуры, при которых этот азот лучше всего поглощается. Наибольший результат мы получаем по безводному аммику, наихудшие результаты мы получаем по сульфату аммония. Дальше. И по растительной диагностике. Ну, мы делаем четыре вида диагностик. Это от классики, заканчивая системами типа Кропио, где по индексу ИДВА и смотрим, какая наросла вегетативная масса. Далее. И дальше начинается корректировка по вегетации. В основном эта корректировка затрагивает на первых этапах азот и фосфор. Далее. И мы почему часто мы прибегаем к проведению листовых подкормок? Потому что скрытые хлорозы и антистрессы всякие, они каждый год у нас проходят. Либо заморозки, либо наоборот, избыточное увлажнение, либо суховее. Все это надо учитывать и регулировать. И возможно за счет починной диагностики все это понять и получить должный результат. поэтому обязательно нужно прибегать к листовым подкормкам. Далее. Особенно это в системах прямого сева и ноутил. И здесь очень важно попасть точно с подкормкой. Чуть-чуть вы опоздали, то ваша подкормка мимо получилась. Так же, как и раньше. Особенно это касается таких элементов, допустим, как сера, как железо, как азот. Промазали чуть-чуть и все. До свидания. Вы в принципе можете исправить ситуацию только на следующий год. Далее. Ну это в трубку. Здесь уже мы начинаем корректировать уже не только фосфор и калий, мы уже начинаем корректировать микроэлементы. Дальше. И очень важно правильно подобрать вид удобрений, которые именно окажут должный эффект. Вот смотрите. Это все фосфоросодержащие удобрения, но по вегетации больше всего наиболее эффективны жидкие комплексные удобрения, то есть полифосфаты в составе применяемых удобрений. Дальше. Тестирование оперативно по азоту за счет интестера это корректировки, которые оперативно производятся. Дальше. И в зависимости от сорта корректируется дозировка достаточно быстро. Если дозировка превышает 30 кг ОДВ, значит мы совершенно неправильно построили систему и за счет некорневых подкормок мы эту ситуацию уже не исправим. Потому что некорневыми подкормками мы максимум можем дефицит устранить где-то 15-18%. Если дефицит больше уже игра не стоит свечить. Дальше. И минеральное питание допустим по тому же подсолнечку на каждом этапе отслеживается конкретный элемент который наиболее важен в каждой конкретной ситуации. Дальше. Это делается с помощью той же функциональной диагностики или же классической диагностики. Если нету возможности провести функциональную диагностику потому что она достаточно долгая то это делается классическая диагностика где мы можем прогнать достаточно большие площади потому что одна лаборатория в состоянии обработать где-то 200-220 тысяч гектаров. У нас сейчас 4 лаборатории то есть мы около 900 тысяч гектаров обслуживаем. Всего благодарю за внимание. Когда переходим на технологию прямого посева то почва на которой мы выращиваем растения изменяет некоторые свои характеристики и эти характеристики связаны в прежнюю очередь с изменением температурного режима с изменением режима влаги и вот эти два показателя влага и температура очень существенно влияют на режим питания растений. Почва при прямом посеве всегда более холодная причем прогрев почвы значит он более выраженный то есть верхний слой теплее чем нижние слои но в среднем температура даже поверхности почвы вот самых самых верхних слоев она на 5-10 иногда даже и более градусов отличается по температуре от обработанной почвы это связано в первую очередь с покровом который находится на поверхности почвы этот покров в виде растительных остатков отражает солнечные лучи не дает возможность почве прогреваться и перегреваться тем самым сохраняется дольше и в большем количестве запас влаги эта влага как раз это тот потенциал неисчерпанный потенциал который мы используем для формирования урожайности растений вот это вот холодная составляющая то есть прохладная почва очень резко замедляет работу микроорганизмов если мы сравним обработанную почву и почву под покровом в системе прямого посева то микробиологическая активность на нулевой технологии значительно ниже а это говорит о том что возможности получать элементы питания за счет минерализации растительных остатков и минерализации гумуса значительно меньше если при обработке почвы с одного процента гумуса мы можем получить до 20 килограмм действующего вещества азота в год за счет минерализации то при технологии ноутил этот показатель уже снижается где-то до 10 килограмм то есть где-то в два раза вот эта минерализация она сдвигается на более поздний период то есть минерализация гумуса и растительных остатков происходит когда почва сильнее прогревается то есть на ранних этапах развития культуры бывает так что дополнительного поступления питания от минерализации гумуса и растительных остатков практически нет поэтому это накладывает существенный оттенок на саму систему питания если рассмотреть выращивание растения в течение вегетации то от момента когда мы произвели сев растение начинает испытывать стресс потенциал урожайности вот пока еще семена в мешке пока их мы не высели 100% а дальше по стадиям развития по мере влияния стрессовых факторов этот потенциал теряется и к уборке сохраняется только лишь его часть в лучшем случае этот потенциал может быть реализован на 70 максимум на 80 процентов а в практике бывает так что это всего лишь 20-30-40 процентов от потенциала питание растений как фактор потенциала урожайности это существенный фактор начиная от самых ранних стадий развития питание влияет на закладку органов продуктивности на стадиях когда происходит максимальное потребление элементов питания это стадии интенсивного роста растения когда растения увеличивают свою массу вот на этих стадиях самые как правило острые стресса растение может иметь от вопросов связанных с питанием ну и вопрос уже созревания к этому моменту как правило уже растение в себе должно иметь эти элементы питания и тут уже происходит только перераспределение элементов питания по органам к органам продуктивности и соответственно если растение находилось в стрессе весь период своего развития и к моменту созревания оно объединено элементами питания как правило и созревание происходит тоже неполноценно и продукция урожая уже тоже неполноценная поэтому задача в системе питания убрать стрессовый фактор на протяжении всего периода вегетации в системе прямого посева это решается в первую очередь за счет того что мы учитываем те возможности которые может дать нам почва предшественник второй вопрос это вопрос связанный с севооборотом как предшественник влияет на культуру с точки зрения оставления элементов питания в виде пожневных остатков и вопрос непосредственно использования минеральных удобрений прямой посев ограничивает сельхоз производителя конечно возможности применять удобрения с точки зрения доставлять эти удобрения в зону корней но техника для прямого посева практически вся посевная техника предусматривает внесение удобрений значит при посеве при этом обычно различают два способа это внесение на линию посева вместе с семенами такой способ очень хорош для малых доз удобрений для культур которые нечувствительны к концентрации солей в момент прорастания и также второй способ это внесение удобрений рядом с линией посева отдельным сошником отдельным контуром дозирующим такая техника более сложная сеялка должна иметь два контура дозирующих и отдельную систему тукопроводов для того чтобы доставлять эти удобрения к туковым сошникам но при этом уже вносимая доза этих удобрений она практически ограничивается только возможностью самой сеялки значит использование припосевного внесения в нулевом посеве это наиболее такой распространенный способ внесения но кроме этого удобрения можно вносить и в качестве допосевного основного способа внесения но есть как бы много нюансов мы понимаем что подвижность фосфора внесенного как бы на поверхность почвы очень низкая ну приблизительно где-то там 8 миллиметров в год он может переместиться там вниз по профилю подвижность подвижность калия и азота конечно высокая они при поверхностном внесении достаточно хорошо распределяются по профилю почвы вот вопрос какой способ внесения применять конечно всегда исходит уже от тех возможностей хозяйства оборудована сейлка внесением удобрением или нет либо уже как бы подбирают уже основное внесение так чтобы полностью удовлетворить культуру и посев элементами питания один из вариантов может быть внесение вот фосфорных удобрений либо сложных удобрений такой же сейлкой нулевой сейлкой врезая сошняком эти удобрения с осени под яровую культуру такой способ мы практиковали в Воронежской области очень эффективный то есть вы после уборки предшественник ну например это озимая пшеница вносите омопоз сейлкой для прямого посева там монодисковым сошняком в почву на глубину 7 сантиметров для того чтобы в следующем году на этом поле выращивать кукурузу к такому способу прибегает в том случае когда либо очень высокую дозу нужно внести либо у вас нет сейлки которая способна была бы корректно выкладывать необходимую дозу удобрений при посеве кукурузы по поводу азотных удобрений азотные удобрения можно применять как при посеве сейлкой также можно их применять в качестве разбросного способа разбросным способом внесения в качестве основного удобрения но принцип здесь такой что само внесение азотных удобрений по срокам должно быть как можно ближе к моменту начала вегетации культуры, к посеву. Чтобы это удобрение не вымылось, чтобы были меньшие потери азота. В своей практике мы применяли как допосевное внесение азотных удобрений, как припосевное внесение, и так очень эффективно азотные подкормки. Но чтобы заниматься азотными подкормками при прямом посеве, нужны аппликаторы, которые способны доставлять это удобрение желательно в зону работы корней. Потому что подкормка разбросным способом на технологии прямого посева эффективна только в регионах, где достаточно количества влаги, где стабильно идут осадки. Таких регионов немного, и вот в засушливых регионах, конечно, применять необходимо оборудование для того, чтобы доставлять азот в зону корневой системы, там где-то корневая система работает. Здесь применяются ликвилайзеры, здесь могут применяться междурядные культиваторы с дисковыми аппликаторами, ну, к слову, культиватор в кавычках, то есть подкормщик с дисковым аппликатором. Также жидкие удобрения, жидкие формы азотных удобрений могут применяться при прямом посеве. И это достаточно широко распространено. При этом поверхностное внесение жидких форм удобрений, оно не сильно по своей эффективности отличается от твердых форм. Но вот внутрипочвенное внесение жидких удобрений дает некоторые преимущества перед твердыми удобрениями, внесенными на поверхность. Поэтому, планируя формы удобрений и способы их внесения при технологии прямого посева, конечно, надо руководствоваться тем, что все-таки эти удобрения желательно попадали именно в те стадии, когда идет массовое потребление растениями этого питания и попадали в зону работы корневой системы. Там, где корневая система активна, чтобы растение могло взять это питание. Если у нас таких нет, как бы такого оборудования нет, то сроки внесения этих удобрений сдвигаются на более ранние сроки, чтобы эти удобрения все-таки успели войти в тот слой почвы, где будет потребление этих удобрений. Соответственно, и здесь вот эта вот дельта по времени должна учитываться. Чем влажнее регион, чем стабильнее режим выпадения осадков, тем, конечно, это все легче управляемо. В регионах засушливых требуется очень точно соблюдать условия, чтобы удобрения попадали именно в зону корневой системы. Сама система питания может схематично, очень схематично быть рассмотрена вот таким способом. Значит, почва и почвенное плодородие, я считаю, что можно рассматривать как банковский счет, на который поступают средства, из которого они списываются на те или иные затраты. Соответственно, вынос элементов питания урожаем, это как раз это то списание. Но при выносе часть средств идет на основную продукцию, это то, что у нас отчуждается из почвы в виде урожая и побочную продукцию в виде растительных остатков. Растительные остатки в виде корневой системы, соломы, половы остаются на поле. И вот за счет них происходит возврат элементов питания, значит, для следующих культур севоборота. Вот этот возврат, если мы не отчуждаем эти растительные остатки, он очень весомый. Значит, давайте дальше. Если посмотреть вот средние показатели урожайности, то вот таблица справа снизу, значит, вот приблизительно такое количество макроэлементов мы получаем за счет возврата элементов питания. Это очень существенные показатели. Но есть нюансы. Так как мы работаем в системе прямого посева, наши растительные остатки имеют, кроме функции пополнения элементов питания, еще главную функцию. Это функция мульчирования, то есть функция защиты почвы от перегрева, от потери влаги. Поэтому вот эти растительные остатки вовлекаются в питание растений в севобороте не сразу и даже не всегда в этот же год. А бывает через два, через три года. Поэтому рассчитывать на то, что вы в первый год, когда переходите на технологию прямого посева, получите вот это вот питание, точно расчет на это не должен стоять. То есть как раз, когда три, четыре, пять лет и более прямой посев существует на одном поле, как раз тогда происходит возврат вот этих элементов питания с пожненными остатками, и при минерализации происходит возврат для следующих растений. Поэтому провал урожайности в первые годы внедрения прямого посева очень часто связан как раз это с тем, что вы в своей системе питания недополучаете того количества элементов питания, которое идет от минерализации предшественников. При переходе на нулевую технологию в первые годы, если сравнивать технологию с обработкой почвы, то, как правило, происходит снижение урожайности, если используются одни и те же дозы удобрений. Но за счет повышенных доз внесения удобрений, эту разницу можно выровнять и даже прям как бы сделать так, чтобы ее не было, но обязательно это надо учитывать. Сама вот эта вот органическая масса, которая остается после выращивания культур, эти растительные остатки, они очень сильно стабилизируют режим питания. Если у вас с годами шел рост урожайности, если вы накапливали вот эти растительные остатки, и даже если какой-то год у вас там происходит некоторое снижение доз внесения удобрений, то за счет вот этих растительных остатков, за счет их минерализации, у вас не падает, не теряется урожайность прямо резко. Поэтому доля элементов питания из растительных остатков, из почвы, может быть намного выше, в разы выше, чем те дозы, которые вы вносите удобрений. И когда прямой посев идет 10 лет, слой вот этих вот растительных остатков, ну конечно в зависимости от уровня увлажненности он может накапливаться, это как раз тот буфер, тот маховик, который дает стабильность вашей технологии, вашей системе питания. Очень большой вклад в систему питания растений, все в обороте дают бобовые культуры. На мой взгляд прямой посев без бобовых культур малоэффективен. Хотя примеры прямого посева без бобовых культур есть и в нашей стране, и в вашем регионе, но я поездил по миру, изучал прямой посев в Южной и Северной Америке, и в этих странах прямой посев без бобовых культур не делают. То есть там обязательно бобовые культуры, причем доля бобовых культур от 50 до 75%, в Соединенных Штатах, в Канаде это где-то 50%, а в Аргентине это 75%. Что такое бобовые культуры, что они могут дать? Ну первый вопрос, это вопрос их способности синтезировать азот в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Значит, однолетние бобовые культуры могут оставить после себя доступного азота до 120 килограмм на гектар действующего вещества азота. Многолетние культуры бобовые после себя могут оставить приблизительно в два раза больше, до 250 килограмм доступного азота. Суммарно там после люцерна может и 500 остаться, но доступным, чтобы растение следующая культура взяла этот азот, этот показатель может достигать до 250 килограмм. Но это все при учете того, что у вас на корнях действительно есть клубеньки, вирулентные, то есть все работает, этот азот накапливается. Кроме этого, бобовые культуры имеют очень мощную стержневую корневую систему. Не все, правда, есть более слабый корневой у гороха, например, слабая корневая система, но такие виды, как люпин, нут, люцерна, эспарцет, клевер, имеют очень мощную корневую систему, способную проламывать, прямо в буквальном слове проламывать, клужную подошву, даже мощную, даже более 30 сантиметров, они проходят ее. Но при выращивании на полях, имеющих переуплотнение, имеющих эту клужную подошву, конечно, урожайность этих культур снижается. То есть им, чтобы преодолеть корнями эти переуплотнения, требуется время, и они очень медленно развиваются, надземная часть у них слабенькая, как правило, урожай низкий, снижается, но при этом корневая система проходит этот слой. Марман Николаевич, минутка у вас. Хорошо, хорошо. Значит, отрицательно влияет на баланс гумуса бобовая культура, так как активизирует микрофлору, эта микрофлора съедает этот гумус, отрицательно влияет на баланс углерода. Значит, следующая группа культур – злаковые, структура образователей. Вы знаете эти культуры, без них все, воборот, невозможно. Вопросы самих растительных остатков, про них мы поговорили, и очень важный показатель – это соотношение углерода к азоту. Как правило, все проблемы в питании растений в прямом посеве, они как раз вызваны тем, что не учитывают агрономы именно вот этот показатель – соотношение углерода к азоту. Если у вас все в обороте идут культуры, обогащенные углеродом, то следующая культура очень большие шансы имеет страдать от азотного голодания в связи с иммобилизацией азота из почвы. То есть, чтобы растительные остатки были минерализованы или начался процесс от минерализации, требуется азот. Если вы выращиваете не бобовые культуры, они обедненные азотом, соответственно, микроорганизмы будут забирать этот азот из почвы и в том числе из тех удобрений, которые вы внесли. Вот это вот обязательно надо учитывать, и это та ошибка, которую, как правило, начинающие нулевики испытывают и испытывают от этого снижения урожайности. Поэтому это компенсировать можно либо минеральными удобрениями азотными, либо бобовыми культурами в системе севооборота. Вопрос окупаемости удобрений. Я сегодня не буду говорить там дозы, рекомендации. Вы должны точно понимать, какие у вас почвы, какая у них обеспеченность по каждому из макроэлементов. Вопрос кислотности тоже имеет значение. Чем ниже обеспеченность, тем выше окупаемость удобрений. Чем выше обеспеченность, тем ниже окупаемость удобрений. Приблизительно средний уровень обеспеченности – это тот уровень, где вот как раз какой-то год может быть окупаемый, какой-то нет. Бобовые культуры, экстенсивные культуры, неплохо отзывчивые на фосфор, калий. Злаковые практически все, очень отзывчивые на фосфор, калий, азот. Поэтому вот эта вот особенность при планировании системы питания должна тоже быть учтена. Три методики, по которым в Советском Союзе и Новой России оценивается обеспеченность полей, обеспеченность почвы по фосфору и калию. Каждый из методик под свой тип почвы, я считаю, что вполне можно их применять. И сегодня вопрос, на мой взгляд, актуальный. Вопрос чувствительности культур кислотности – очень важный вопрос. И желательно, чтобы, если имеются поля с проблемными, проблемная кислотность, то есть либо сильно низкая, либо наоборот щелочная, то либо севооборотом этот вопрос управляем, либо занимаемся, значит, химической мелиорацией. Это вопрос подвижности элементов питания и удобрений. Он тоже, как бы, он не совпадает немножко с, как бы, чувствительностью культур, но вот это тоже надо учитывать. Поэтому засыпать удобрениями поля, которые имеют слишком большое отклонение от оптимальной кислотности – это проблема. В таких случаях более эффективно применять локальное внесение удобрений. Если вы понимаете, что у вас либо кислая, либо щелочная почва, то вы свои удобрения, фосфорные в первую очередь, старайтесь применить как можно ближе к моменту вегетации культуры, то есть при посеве локально. Это позволит вам как можно меньше сократить потери вот этих питательных веществ на химическое закрепление. Роман Николаевич, перепираем. Все. Одно и то же хозяйство, блок полей. 10 тонн на гектар дефекат за промежуток времени с 15 по 20 вносили. Вот что было справа, а вот что стало. Можно дальше. Вот факторы азотного питания, факторы, которые влияют на азотное питание. Красным выделил то, что связано с нулевой технологией. Значит, азот к углероду в пожневных остатках. Вот это вот, если будете учитывать, все получится. Продолжение следует...